На фоне бушующей в мире пандемии коронавируса практически все страны столкнулись с потребительским переполохом. Люди стоят в длинных очередях за продуктами питания и предметами гигиены. Волна паники дошла и до России. Штурма супермаркетов пока не наблюдается, но первые звонки о дефиците некоторых товаров уже есть. Как обстоят дела в нашей республике узнавала Зумруд Гамидова. С начала недели даже в самых благополучных странах мира объявили режим чрезвычайной ситуации в связи с эпидемией коронавируса. Из-за опасения остаться без продукта во время закрытия ресторанов и точек общепита народ кинулся скупать продукты питания. Про запас не стал исключением и Дагестан. Так, жители Хасавюрта начали массово скупать на рынках товары длительного хранения. В основном это мука, гречка и макароны. В сети распространяется видео, как люди закупают продукты впрок, а полки угрожающе пустеют. Все это вызывает беспокойство у населения. Боясь оставить семьи без еды, люди приступают к штурму магазинов. Но мнения владельцев торговых точек по этому поводу разделились. Ничего я не замечаю вот здесь. Не знаю. Это, наверное, слухи такие. Еще пока же здесь нету, в Махачкале. И специально закупают эти продукты для чего? Запасы делают люди. На макароны рис, гречка увеличивается и на масло, и на муку основную. А остальное все как повседневно, так все идет. А когда вот это началось? Когда вы это заметили? Уже сегодня третий день. Мешками закупаются. Закупаются. Я не знаю, почему, что это, этого всего. А на цене как-то отразилось? Нам уже привозят товар, чем мы отпускаем дороже. В то же время кого-то такие разговоры просто смешат. Люди считают, что паника специально нагнетается. Гречка, мука и сахар присутствуют на столичном рынке в достаточном количестве. И паники со стороны покупателей, как выяснилось, не наблюдается. На всю жизнь не запасешься, во-первых. А во-вторых, нам хранить негде. И покупать мешками, тазиками, ведрами. Зачем? Зачем? Если мы умрем, уже умрем. Голодными, не голодными, сытыми. Ерунда все, это брехня. А вы не делаете запасы? Нет. Почему? А зачем мне запасы делать? Я ни во что не верю. Вот в эту прессу, которая сейчас в интернете и везде, я ни во что не верю. Это специально делают ажиотаж, чтобы быстрее расхватали просроченные. Все лежит же, никто не покупает. Чтобы расхватали все, а потом еще привезли. Карантин – это ерунда все. Это разговоры, чтобы разбирали все. Вирус. Ну и что, что вирус? Обыкновенный грипп. Чиновники уверяют, поводов для паники нет. Еды хватит на всех и кризиса не предвидится. В связи с этим покупать продукты впрок не имеет смысла. С обеспечением продовольствия в нашей республике никаких проблем нет на сегодняшний день и не ожидается. Это такое заявление мы сделали после того, как изучили ситуацию, которая у нас сложилась. Мы сегодня посетили сеть магазинов, их шест-магазин на территории города Махачкалы «Зеленое яблоко». Со слов директора этого предприятия, практически повышения цены не было. В общем, в случае чего Дагестане будут голодать? Мы этого не допустим. Например, необоснованного повышения цены не должно быть. Есть соответствующие органы государственной власти, которые должны урегулировать это. Не допускать такого. Поэтому я призываю наших граждан к благоразумию, к спокойствию. Впрочем, определенный повод для волнения у дагестанцев все же есть. Например, практически ни в одной столичной аптеке не осталось одноразовых медицинских масок. Антисептиков для рук тоже. Когда эти средства профилактики и защиты от коронавируса появятся в продаже, сказать никто не может. Нет, свободная продажа есть, но сейчас закончились, к сожалению. Тем временем Минздрав сообщает, что в Дагестане не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом. В республике применяются все возможные меры по защите населения. Отменены все массовые мероприятия. В школах введен карантин. А для защиты от вируса врачи советуют ограничить контакты, соблюдать личную гигиену и не поддаваться панике.